МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 60 миллиардов упаковок различной молочной продукции. 2019 год стал поворотным для молочной отрасли. Никогда прежде не подлежащие ветеринарной сертификации молочная продукция теперь сопровождается электронными документами. Их оформление ведется в информационной системе Россельхознадзора «Меркурий». Электронные сертификаты уже сейчас оформляются на сгущенку, сливочное масло и сыры. 1 ноября ветеринарная сертификация распространится на йогурты, кефир, молоко в потребительской упаковке и некоторые другие виды молочных товаров. Теперь их производство, транспортировка и реализация будут фиксироваться в системе «Меркурий». Безболезненно начать использовать новую технологию и быстро освоить принцип оформления электронных ветеринарных сертификатов поможет наша инструкция. На конкретном примере разберем каждый этап работы в «Меркурии» от приемки сырья до выпуска готовой молочной продукции. Пользоваться «Меркурием» можно совершенно бесплатно через интерфейс программы с компьютера, планшета или смартфона. Сперва вам необходимо получить персональный логин и пароль для входа в систему. Получение доступа к «Меркурию» заключается в оформлении заявки и направлении ее в территориальное управление Росельхознадзора. Либо если у хозяйствующего субъекта имеется электронная цифровая подпись, он может уформить электронное заявление, подписав его этой ЦП и направить на электронный адрес. В заявлении укажите сведения о своей организации, а также всех площадках, которые используете, в том числе на праве аренды или собственности. Также перечислите сотрудников, которые будут работать в системе. В заявлении, как правило, указывается администратор организации, который затем будет выдавать логины и пароли всем остальным сотрудникам своего учреждения. Количество сотрудников, которые могут получать доступ к системе «Меркурия» от лица одного хозяйствующего субъекта не ограничено. Реквизиты доступа будут отправлены вам в течение пяти дней. После их получения вы можете приступать к оформлению электронных документов в «Меркурии». Обратите внимание, что для работы через веб-интерфейс вам не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение. Просто используйте любой современный браузер, персональный логин и пароль. Единственное условие. Ваши предприятия и все используемые площадки должны быть зарегистрированы в автоматизированной системе «Цербер», интегрированной с «Меркурии». Эта программа хранит в себе полный реестр хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую и торговую деятельность на территории России. С чего начать работу в системе «Меркурий»? Сразу после ввода реквизитов доступа откроется персональная страница вашей организации. Вы увидите, что в систему уже внесена информация об используемых вами площадках. Теперь нужно добавить весь перечень продукции, которая вами производится на этих площадках. Эта первичная и обязательная настройка «Меркурия» позволит вам быстро и удобно оформлять документы в дальнейшем. Зайдите в раздел «Справочники» и выберите функцию «Наименование продукции». Соответственно, здесь необходимо внести сведения о продукции. GTIN – это глобальный идентификатор товара, если он был присвоен в артикул производителя. Дальше указать информацию о продукции, выбрать ее из иерархического справочника, то есть указать, что это, в принципе, мясо, рыба, пищевые продукты. В нашем случае это пищевые продукты, молоко и молочная продукция. Допустим, вы производите питьевое молоко, кефир, ряженку, сливочное масло и йогурты. На этом этапе вам необходимо внести информацию о каждом из этих продуктов следующим образом. Укажите торговое наименование марки, жирность продукции, ГОСТ, если он использовался при ее изготовлении. Далее уточните информацию о вашей компании. Указывается в этом поле название или ИНН организации. Также вносится сведения о фирме-владельце торговой марки, если она отличается от фирмы-производителя. И также указывается одна или несколько площадок, где указанное наименование продукции производится. Теперь уточните тип упаковки, например, коробка картонная. Внесите ее объем и количество единиц упаковки в одном наименовании. Не забудьте сохранить данные. После этого аналогичным образом добавьте в систему информацию о другой производимой вами продукции. На этом персональная настройка будет завершена. Можно приступать к оформлению документов. На производственном предприятии, как правило, есть три основных процесса. То есть в системе «Меркурия» выделяется три блока. Первый блок – это приемка товара, то есть это гашение входящих в стерненспроектных документов. Второй этап – это непосредственно производство, то есть оформление производственных сертификатов и оформление производственной транзакции. И третий этап – это отгрузка самой продукции уже в торговую сеть. Как использовать систему при приемке сырья Итак, к вам на предприятие поступило сырое молоко. Из него вы планируете изготовить йогурты, кефир, сливочное масло и другую продукцию. Чтобы принять сырье и зафиксировать его в системе «Меркурий», необходимо зайти в раздел «Ветеринарные документы», входящие – «Оформленные». Здесь вы найдете документы на ввезенное молоко. Их нужно проверить. Фактические данные о полученном сырья должны совпадать с информацией в электронных сертификатах. Если вы обнаружили некоторые расхождения, то «Меркурий» позволяет вам их скорректировать или отказаться от приемки сырья частично или полностью. При первом варианте вы можете внести изменения самостоятельно. Например, исправить номер машины, в которой перевозилось сырье, если он не соответствует указанному в сертификате. Принять такой документ можно, но система при этом сформирует акт несоответствия. При втором варианте необходимо оформить возвратный сертификат, и «Меркурий» самостоятельно отправит его поставщику. Если все сведения соответствуют, то такой документ гасится. Гашение. Мы подтверждаем факт поступления этой продукции на предприятие, то есть мы принимаем эту продукцию на баланс предприятия. Для этого укажите дату поступления груза и сохраните сведения. Информация о сыром молоке автоматически поступит в раздел «Журнал продукции». Важный момент. На этом этапе вы можете связать несколько сертификатов между собой, нажав на кнопку «Объединить записи в журнале». Используйте эту функцию, если собираетесь смешать в одной емкости сразу несколько прибывших к вам партий сырого молока. Соответственно, у нас сформировалась одна единая запись на объем 2700 кг. И можно приступать к следующему этапу, к этапу производства, где это сырое молоко мы будем использовать в качестве сырья для производства молочной продукции. Как оформить электронный сертификат на произведенную продукцию? Вы приняли сырье и изготовили из него несколько видов различной молочной продукции. Теперь необходимо оформить производственную операцию. Зайдите в раздел «Транзакции», добавьте новую, выбрав тип «Переработка». Внесите данные о сырье, которое использовали. Для добавления сырья нажимаем ссылку «Добавить» в разделе «Сырье». Здесь есть возможность выбрать те записи журнала, которые имеются на балансе предприятия, то есть которые имеются в виртуальном складском журнале. Для этого нужно ввести номер партии сырого молока или, нажав на значок «Лупы», выбрать ее из списка. Затем сохранить внесенные изменения. Далее поэтапно добавьте информацию о каждом виде продукта, изготовленного из этого сырья. Укажите номер производственной партии, если присваиваете его. Затем наименование продукции. Йогурт вишневый, жирность 2,5%, в объеме 150 кг, дату производства, истечение срока годности и результаты ветеринарно-санитарной экспертизы. Чтобы указать информацию о следующем продукте, нажмите на иконку «Сохранить» и «Добавить еще». Аналогичным способом внесите данные о производственном кефире, сливочном масле, пастеризованном молоке и ряженке. Действуя таким образом, вы оформите производственные сертификаты на все виды изготовленной продукции. Они будут доступны в разделе «Ветеринарные документы. Производственные». Этого на данный момент достаточно для отражения прослеживаемости низкого разрешения. Здесь мы можем сказать, какое сырье, каких ферм было использовано в производстве таких-то наименований продукции, выпущенной. Также производитель по своему желанию может реализовать прослеживаемость высокого разрешения, где будет указывать, что производилось на каждом этапе производственного процесса. Если вы хотите иметь более детальные сведения о производственном процессе, например, знать, какое сырье используется на каждом из этапов изготовления йогурта, тогда можно внедрить прослеживаемость высокого разрешения. В этом случае оформляется производственный сертификат не только на готовую продукцию, но и также на все полуфабрикаты, которые в процессе производства формируются. То есть, например, приходит молоко сырое, дальше это молоко сепарируется, из него получается нормализованная молочная смесь. Это оформление одного производственного сертификата. Это сливки, это оформление второго производственного сертификата, обрат, пахта и все другие полупродукты и полуфабрикаты, на которые оформляются свои производственные сертификаты. И в дальнейшем в процессе производства эти компоненты между собой смешиваются и образуют новые полуфабрикаты или готовые продукты, на которые оформляется на каждый свой свой производственный сертификат. При этом сам принцип работы в системе останется прежним. После того, как вы закончите оформление всех производственных сертификатов по схеме низкой или высокой прослеживаемости. Переходите к следующему этапу – фиксированию в «Меркурии» процесса перемещения продукции. Следующий этап после производства – это уже отгрузка, готовые продукции либо на какой-то промежуточный склад, либо уже в конечную торговую точку, либо в другой распределительный или дистрибьюторский центр. Как оформить электронный сертификат для транспортировки продукции? Итак, производственный этап завершен. Йогурт и кефир, ряженка и другая продукция отправляются в распределительный центр или магазин. Чтобы оформить ветеринарный документ на отгрузку партии, зайдите в раздел «Транзакции». Нажмите «Добавить новую» и укажите, будет ли транспортировка связана со сменой владельца продукции. Затем внесите данные об используемом транспорте и уточните способ перевозки груза. Далее необходимо добавить получателей, в адрес которых эта продукция будет перемещаться. Для этого выбирается получатель из списка зарегистрированных площадок. Далее необходимо заполнить информацию о продукции, которую вы отгружаете в адрес этого получателя. Например, партия йогурта 75 кг, перемещаемая с целью реализации в пищу людям. Не забудьте указать результаты ветеринарно-санитарной экспертизы и сохранить изменения. Транзакция оформляется на транспортное средство. Если в одном транспортном средстве перемещается продукция в адрес нескольких получателей, то в нее же можно добавить следующего получателя. Также, если перемещается несколько наименований продукции, то также в эту транзакцию может быть добавлено то количество наименований продукции, сколько будет в транспортном средстве перемещаться. И на каждое наименование продукции будет оформлен свой ветеринарно-сопроводительный документ. Важный момент. При оформлении ветеринарно-сопроводительного документа Меркурий сам анализирует эпизоотическое состояние региона, откуда отправляется продукция и места, куда она следует. В систему внесены и постоянно обновляются данные о регионализации страны по болезням животных. В соответствии с регионализацией территории Российской Федерации, в случае, если перемещение подконтрольного товара осуществляется из неблагополучного региона благополучной, то будет несколько вариантов. Либо такое перемещение будет запрещено вообще, либо перемещение будет разрешено, но при выполнении определенных условий, которые будут отображены сертифицирующему лицу, и ему необходимо указать, что эти условия были выполнены при перемещении. На этом процесс оформления заканчивается. Теперь документ нужно распечатать в одном из трех вариантов. Первый внешне напоминает бланк строгой отчетности формата А4. На нем указаны все основные производные сведения. Второй предполагает сжатый вид документа с расширенной информацией. Есть также возможность печати только идентификаторов, QR-кода и 32-значного индивидуального номера. Этот вариант подходит в качестве приложения к товарно-транспортной накладной. Проверить подлинность документа в таком случае можно, считав QR-код или вбив 32-значный номер на специальной странице официального сайта системы «Меркурий. Проверка. ВСД». После оформления ветеринарно-сопроводительного документа на перемещение продукции от производителя в торговую сеть, работа «Меркурия» для производителя заканчивается. Когда Ваша продукция поступит на внешний склад, в распределительный центр или магазин, ветеринарно-сопроводительный сертификат погасится приемщиком товара. Таким образом, в «Меркурии» сформируется цепочка документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции от фермы до стола потребителя. Операция «Незавершенное производство» предназначена для Длительных производственных циклов Поточных производств Если специфика Вашего производственного цикла не позволяет сразу внести в сертификат конечный объем изготовленной продукции или объем затраченного сырья, Вы можете воспользоваться специальной функцией. Для этого зайдите в раздел «Транзакции», нажмите на значок «Добавить» Поставьте галочку в поле «Незавершенное производство» Предположим, что Вам неизвестен объем сырого молока, который Вы использовали для производства партии йогурта. Не указывайте его вовсе или поставьте «Ноль». Но обязательно выберите сопроводительный документ в журнале продукции, который сопровождал это сырье при поступлении к Вам на предприятие. В этом случае будет установлена связь этого сырья с производственной партией. То есть для того, чтобы в последующем производитель не искал из множества партий сырого молока, которые к нему ежедневно поступают, именно ту нужную, то есть у него уже будет установлена связь с конкретной партией. Но при этом, так как он не знает точного объема, объем у него будет указан здесь «Ноль». Далее указывается, как и при обычном производстве, та продукция, которая производится производителем. Дополнить сертификат информации о сырье и завершить таким образом оформление документа Вы сможете позже. И это не помешает Вам реализовать уже изготовленную часть партии йогурта. Где я могу получить консультацию и дополнительные справочные материалы о работе в системе? По оценкам наших экспертов, самостоятельное обучение о работе в системе Меркурий через веб-интерфейс занимает от 2 до 10 часов. Программа удобная, доступная и простая. Если все же у Вас возникли вопросы, обращайтесь за помощью в Россельхознадзор. Справочная информация о работе во ВГИС Меркурий размещена по адресу help.vtrf.ru. Обратная связь доступна по электронной почте mercury.fsvps.ru, а также по телефону плюс 7 49 22 52 99 29. Бесплатные обучающие вебинары проводятся специалистами ФГБУ в НИИЗЖ по заявкам пользователей.